Последние новинки и самые современные решения в сфере компьютерных технологий. В Самаре прошел первый областной IT-форум «Регион 63. Цифровая стратегия будущего». На одной площадке собрались лучшие отраслевые специалисты, представители федеральных органов власти, промышленных и IT-компаний, вузов Самарской области. Они обсудили актуальные вызовы и решения, стоящие перед отечественной IT-отраслью в условиях импортозамещения. Для региона очень важно определить систему приоритетов, по которой мы будем работать в ближайшем направлении. Донастроить меры поддержки, которые есть. Это и льготная, упрощенная система нового вложения, которая уже применяется. Это и система льготной ипотеки, особенно сейчас, когда проводится жесткая денежно-предитная политика. По словам экспертов, в нынешних реалиях местным предприятиям важно обратить внимание на самарских программистов. Ведь многие компании не догадываются, что на берегах Волги живет и работает немало талантливых разработчиков, поэтому и не пользуются их услугами. Перед нами стала задача импортозамещения резко. И выяснилось, что заказчики просто не знают, что у нас существует отечественный продукт. И, собственно, первой целью мы себе ставили просто знакомство. Ну, хотели начать с какого-то региона. Самарская область оказалась самая дружелюбная, что ли. Они предложили участие, и место, и конгрессы, и софинансирование. И все это как-то вот так срослось. Самарская область – это один из крупнейших научных центров страны, где работают 23 вуза и филиала. Сегодня уделяется повышенное внимание подготовке специализированных кадров по разным направлениям. У выпускников университетов есть все возможности для того, чтобы построить успешную карьеру на самарской земле. 11 класс подготовка от специалистов и заканчивая большими специалистами. И очень классно, что сама скобность является кузнец, и крадает крупнейшие университеты. Особенно с разным космосом, опять-таки с его университетом, с медицинами. Оказывается, на стыке технологий рождается будущее здесь, на этой земле. Также регион является одним из лидеров по внедрению высоких технологий в медицину. Так, например, в Самарском государственном медицинском университете производятся титановые и керамические эндопротезы. Каждый изготавливается индивидуально для пациента с помощью послойной печати на 3D-принтере. И университет занимается на протяжении уже 10 лет формированием новой отрасли экономики IT в здравоохранении. Сначала она касалась системы региональной, теперь, особенно участвуя в ВУЗу, в приоритете 2030, в рядовой инженерной школы, куда уже мы зашли с таким посылом, со стратпроектом формирования новой отрасли экономики IT в здравоохранении на уровне Российской Федерации. И здесь мы уже работаем не только с региональными компаниями, но и с компаниями всей России. Форум прошел при поддержке Департамента информационных технологий и связи Самарской области. Ксения Баканова, Константин Головин. События.